Здравствуйте! Программа «День за днём» на Ивантеевском телевидении. Я Анастасия Квардицкая. Сегодня вы увидите... Не миллиграмма лишнего. Станция обезжелезивания фильтрует воду для ивантеевцев. Обратный отчёт. Строительство объектов социальной сферы под жёстким контролем. Об этом и многом другом прямо сейчас. Более 90 объектов водоснабжения было модернизировано по программе губернатора в прошлом году в Подмосковье. В Ивантеевке за чистотой воды следят на каждом водозаборном узле. На одном из них вот уже 4 года работает станция обезжелезивания. Высокотехнологичное сооружение уже 4 года обеспечивает чистоту воды, поступающей к ивантеевцам. И хотя внутри всё полностью автоматизировано, еженедельно здесь проводится профилактика, контролирует работу основных систем – обратных клапанов, воздуховодов, наличие протеканий в кранах. Если он будет нерабочий, то отсюда пойдёт вода. Это специальная ёмка стоит в средней мусоре. Вода из артезианской скважины с глубины 70 метров поступает на станцию, где обогащается кислородом. После чего начинается процесс обезжелезивания. Вода попадает в специальные фильтры, в каждом из которых содержится по 8 тонн дроблённого кварцевого песка. В его верхних слоях и оседает железо. Таким образом, из 2 миллиграмм этого вещества на литр воды остаётся только 0,3 миллиграмма. Наша задача, чтобы она и дальше работала, поддерживать её постоянно и присматривать за ней. Станция работает в автоматическом режиме. Персонал, который обслуживает водонасосную станцию, он же и проводит диагностические работы в станции обезжелезованные. На станции в непрерывном режиме работают 10 фильтров, один из которых вымывает взвесь от песка в накопительный бак. Два раза в неделю Роспотребнадзор проверяет очищенную воду. В водоканале жителям напоминает, что отвечают за поставляемый ресурс только до входа в дом. Далее ответственность управляющей компанией, которая точно так же, как и водоканал, должна вовремя проверять свои инженерные сети, содержать их в чистоте и в случае необходимости менять. Готовность школы на студенческом – 8%, пристройки к седьмой школе – 15%. На планёрке в администрации проанализировали строительство социальных объектов. Плановый срок завершения строительства новой школы на 1100 мест – март 2020 года. На сегодняшний день работы на студенческом ведутся на уровне фундамента. Глава Ивантеевки Максим Красноцветов считает, что уже на этом этапе нужен руководитель учреждения, который может ставить задачи перед строителями с учётом образовательных потребностей юных вантеевцев. У нас сейчас отсутствует руководитель. Поэтому давайте, деля всем вам поручение, организовывайте конкурс на выбор руководителя строящихся школы. Конкурс надо организовать сейчас. Заместитель главы администрации Мария Пивень докладывает и о других объектах. Пристройка к седьмой школе должна быть готова к сентябрю. Однако самому зданию нужен капитальный ремонт. Задачу выполнить капитальный ремонт школы никто не отменяет. Она стоит. Коллеги, обратите внимание, что мы не просто строим пристройку, мы полностью территорию школы расширяем, создаем новое спортивное ядро и полностью благоустраиваем. Реконструкция стадиона «Труд» также должна завершиться к сентябрю. Максим Валерьевич обращает внимание заместителей, что по просьбе спортсменов лыжная база включена в проект. И теперь надо думать про хорошую освещенную лыжню. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, надо заниматься вопросом, в первую очередь, конечно, выделения земельного участка и дальше вопросом финансирования и выполнения работ по организации лыжни. Надо в городе сделать нормальную лыжню для того, чтобы люди могли полноценно ей пользоваться. Нужно освещение, нужно уширять, нужно с рельефом работать. В этом году встанет на ремонт и третий детский сад «Светлячок». Детей временно устроит в другие учреждения. Также сегодня анализируют проблемы, направленные ивантеевцами на портал «Добродел» и обсуждают возможность пилотного проекта «Самбо в школу» в Ивантеевке. В Ивантеевке подводят итоги образовательного проекта «Лыжин двор», посвященного 150-летию со дня рождения фабриканта и мецената Владимира Лыжина. Пробите? Да, пряник, точно пряник. Даже не верится, что это не гипс, а настоящий пряник, просто выполненный в виде символа Ивантеевки, знаменитой башенки ключа архитектора Кекушева. В методическом центре Ивантеевки подводят итоги конкурса, проводимого в рамках проекта «Лыжин двор». Мы вообще в этот проект включились с Советом предпринимателей на стадии изготовления памятника, и вот сейчас его продолжаем. 150 лет со дня рождения Владимира Александровича в этом году. Ребятки у нас молодцы. То есть растет достойная смена. То есть историю надо знать свою. Кто не знает историю, тот никто. Всего на конкурс было подано более 150 работ в самых разнообразных номинациях. Из них более сотни – рисунки. Уровень впечатляет. Члены жюри отмечают, что такие картины хочется иметь и дома. Дети и взрослые создавали макеты зданий «Лыжина двора» из спичек, картона. Много макетов знаменитой дачи «Лыжина». В некоторых даже включается свет. Отдельные номинации – видеоролики и мультфильмы. Разнообразие, конечно, очень большое. Вот вы видите, какая у нас здесь получилась выставка из различных работ. Участие приняли детские сады, школы, центр творчества. Причем у нас возрастная категория от дошкольников до 18 и старше. То есть все могли принять участие в данном конкурсе. Поражают лэпбуки, разработанные детьми, экскурсионные маршруты по «Лыжину двору». Уникальные стихотворения, посвященные первому предпринимателю и Ивантеевке. Победителей и призеров уже определила компетентная жюри. Конкурс проходит по инициативе и при поддержке Совета предпринимателей Ивантеевки. Награждение победителей состоится в торжественной обстановке 29 марта. 19 марта – День моряка-подводника. Ивантеевка гордится, что в нашем городе вырос легендарный командир атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол» Лев Жильцов. В Ивантеевке Лев Михайлович жил с 1935 года. Его именем названа улица Адмирала Жильцова. На доме установлена мемориальная доска. Лев Жильцов был командиром первой в истории СССР атомной подводной лодки, всплывшей в непосредственной близости от Северного полюса в 1962 году. За образцовое выполнение поставленной задачи в сложных условиях подводного плавания, а также за проявленное мужество, наш земляк был награжден Орденом Ленина и Звездой Героя Советского Союза. И в завершении выпуска о погоде. В Подмосковье пришла весна. Завтра потепление продолжится. Днем температура воздуха достигнет стабильных плюс 4. Дождя не намечается, но облачно. Утром и вечером 0 градусов. На этом у меня все новости на сегодня. А я, Анастасия Квардитская, с вами прощаюсь. Всего доброго!